Продолжение следует... ...воздухом, которым мы дышим... ...годами, что мы прожили вместе... ...минутами и часами, что мы тратили. Это то, что мы получаем от Аллаха. Господь послал мне ее любовь с небес. Господь даровал мне ее любовь с небес. Ее любовь была неземной. Она мать моих детей. Она любовь моей жизни. Вот кто она. В одном из хадисов они спросили его... ...расскажи нам о Хадидже. Расскажи нам о ней. Это были некоторые молодые сподвижники. И Пророк, мир ему и благословение, сказал... ...она была такой, какой она была. С чего вы хотите, чтобы я начал? С чего мне начать? Я даже не могу выразить это словами. Я даже не знаю, о чем вам рассказать. Она настолько удивительная. Я даже не могу объяснить вам это. Вы должны видеть ее. Вы должны знать ее. Вы должны ощутить эти чувства, чтобы понять, насколько она была удивительной и замечательной. Знаете, что однажды Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала Мухаммаду, мир ему и благословение. Он, не переставая, говорил о Хадидже, что она очень хорошая женщина. Она поддержала меня. Она делала то, делала это. И так однажды я сказала ему, о Мухаммад, она была лишь старой женщиной и покинула тебя. Воистину, Аллах дал тебе лучше, чем она. Так почему ты продолжаешь вести разговоры о ней? На что пророк, мир ему и благословение, сказал, клянусь Аллахом, нет. Аллах никогда не давал мне никого лучше, чем она. Она поверила в меня тогда, когда другие обвиняли меня во лжи. Она поддерживала меня материально, когда другие отказали мне. Она была сильной опорой. Так Аиша, да будет доволен ею Аллах, посмотрела на него. И в нем была эта страсть, когда он разговаривал. Она сказала, прости меня, я больше никогда не скажу ни единого плохого слова о Хадидже после этого дня. И она больше не делала так. Одна из тех, кто имеет высшие ступени. Есть никто иная, как госпожа, мать верующих, известная как Хадиджа бинт аль-Хуэйлид. Да будет доволен ею Аллах. Ее отец был Хуэйлид ибн Асад. Ее мать звали Фатима бинт аль-Заида. Ее отец умер в одной из битв. И когда она росла, передается, что она вышла замуж за человека по имени Атик ибн Айда аль-Махзуми. И мужчина вскоре скончался. Он умер. Мы точно не знаем, как это случилось. И передается, что после небольшого периода времени она вновь вышла замуж за человека по имени Абу Халя. Он также умер. И она была известной вдовой. Она была довольно молодой. Она была очень богатой женщиной. из среды благородных племен Курайшитов. Она была очень уважаема. И в то же время многие мужчины хотели взять ее замуж. Но она была очень скептична по поводу этого. Потому что она уже пережила один брак. И еще один после этого, согласно хадисам. Однако, что хорошо известно, так это то, что она была богатой, деловой женщиной, которая имела деловые сделки с некоторыми мужчинами, которые приобретали ее имущество и товары. И ехали с ними на север или на юг полуострова, где по возвращению занимались торговлей от ее имени. С тем условием, что будут иметь процент от доли. Но ее не удовлетворяли подобного рода мужчины. То, что они делали, их отчетность и так далее. Так пророк, миримое благословение, начал работать пастухом. Он был молодым человеком и продолжал работать, копя некие сбережения. И в возрасте 18-19 лет он начинает выходить на рынок. У него были небольшие сбережения, чтобы начать. И вначале он работал брокером. Он знакомил покупателей и продавцов друг с другом. И получал комиссионные. Тот час же, без промедления, он стал известен из-за своей честности. И создал в себе репутацию честного человека. И вот поэтому начали распространяться его прозвища. Ас-Садик и Аль-Амин. И в итоге это привело его к тому, что теперь он заработал достаточно денег, чтобы начать торговать и приобретать свои собственные товары. И теперь он уже официально был на рынке как торговец. Он заработал свою известность трудолюбивой репутацией. Потому что он, повторюсь вновь, никогда не посмел заработать. И одного цента незаконно. Например, подрезав у кого-то другого его бизнес. Продавая дешевле или продавая за бесценок кому-то. Пока в итоге не получил деловое предложение от женщины по имени Хадиджа бин-Хуэлит. Некоторые люди Мекки называли ее принцессой Мекки. Некоторые называли ее Хадиджа Аль-Кубра. Великая Хадиджа. Мухаммад, мир ему и благословение, начал разговор с ней. Она сказала, слушай, я хочу, чтобы ты занялся этим делом. Ты будешь брать определенный процент и так далее. И он согласился. Она сказала ему, я пошлю с тобой одного из своих слуг. Его имя Мейсара. Так Мейсара отправился с Мухаммадом, мир ему и благословение. И, по-видимому, они отправились в Шам, чтобы там заняться торговлей. Он увидел множество интересных вещей по дороге. Первое, он увидел его честность. Он увидел его добросовестность. Также он стал свидетелем некоторых чудес. Когда увидел облака, которые сопровождали над его головой тень. Пророк, мир ему и благословение, остановился в одном месте и укрылся под тенью дерева. А затем один монах удивился и спросил, кто этот человек. Мейсара сказал, что это Мухаммад ибн Абдуллах аль-Курайши аль-Хашими. Он сказал, нет, 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 ты ошибаешься. Потому что у нас написано в Священном Писании, что человек, который сядет под тень этого дерева в это конкретное время, будет на самом деле пророком последнего времени. И Мейсара сильно удивился. В итоге, когда они вернулись в Мекку, пророк, мир ему и благословение, заработал в два раза больше прибыли. И Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, никогда не делала подобных бизнес-инвестиций до этого. Так что она сама была впечатлена. Затем она спросила у Мейсара, что ты видел? Он ответил, «Это, безусловно, самый благородный человек, с которым мне приходилось вести дело». Я не видел никогда нрава, как у него. Он честный, он заслуживает доверия, он внимательный, он заботливый. У него наивысший благородный нрав. И под конец он сказал, «Кстати, это между нами. Я видел некоторые удивительные вещи». Одна из ее подруг по имени Нафиса спросила, «Как идут дела?» Она ответила, «Никогда не было, как сейчас. Это удивительно. Я нашла бизнес-партнера, его имя Мухаммад. Он молодой человек. Честный, благородный, с превосходным нравом. Удивительный молодой человек. Не на что жаловаться. Это удивительно». Она сказала, «Знаешь, Хадиджа, ты же одна уже столько лет. Тебе надо подумать о замужестве вновь». Она была чрезвычайно востребована. Она получала предложения каждый Божий день. Даже пророк, мир ему и благословение, получал теперь предложения руки и сердца. И его сердце просто не соглашалось ни с одним из предложений руки и сердца, которые он получал. И есть хадис, где Абу Талиб имел следующий подобный разговор с ним. «Ты продолжаешь отвергать предложения. Прекращай, ты затрудняешь мне жизнь. Они ломают мои двери». Итак, оба они получали предложения руки и сердца. И подруга Хадиджи, Нафиса, сказала, «Хадиджа, тебе надо задуматься о замужестве». Она отвечала, «Да, знаешь, я думала об этом. Должен быть порядочный человек». И в это время ее подруга, Нафиса, сказала, «А что насчет Мухаммада?» И Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, ответила, «Знаешь что? Я на самом деле так же думала об этом. Это выглядело бы очень хорошим предложением. Но как мне сделать это?» Она ответила, «Позволь мне разобраться с этим. Я это беру на себя». Так она отправилась к пророку, миримые благословения, и она сказала ему, «Ты думал о Хадидже?» Она происходит из очень благородной семьи. И пророк, миримые благословения, ответил, «Конечно. Какое предложение может быть лучше этого?» Так пророк, миримые благословения, сказал, «Мне надо пойти и поговорить со своим дядей об этом. Мне надо пойти и посоветоваться с ним». Так он пошел к своему дяде Абу Талибу и сказал ему, «О, дядюшка, вот такое предложение от Хадиджи поступило ко мне». И Абу Талиб вновь повторил это прекрасное предложение. Так он сказал, «Нам надо сделать это официально». Так Абу Талиб, как передается в хадисе, и там также был Хамза, да будет доволен им Аллах, они пошли к дяде Хадиджи, и они, как подобает, официально, правильно, уважительно, сделали предложение. Вот этот наш молодой человек, Мухаммад, который хочет жениться на твоей племяннице, на этой добропорядочной женщине из твоей семьи, Хадиджи. И все они согласились на это предложение. Так они решили пожениться. И в одном из хадисов, однако говорится, что пророк, мир ему и благословение, даже не колебался относительно этого предложения. Но он сказал, «Мне нужно немного времени организовать некоторые вещи, чтобы подготовиться к женитьбе, подготовить финансовую сторону, с почтением предоставить некоторый махр, то есть мне необходимо некоторое время, чтобы подготовиться». И Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, сказала, «Ничего из этого не обязательно. Нам не нужно все это. То, на что мы обращаем внимание, это счастье. Разделить жизнь вместе». И пророк, мир ему и благословение, в качестве махра, предложил 20 верблюдов. Они поженились очень счастливо. Они наслаждались счастьем и приятными моментами. Интересной вещью для меня является то, что он женился в 25 лет. И не было никакого большого события. И мы знаем, что пророк, мир ему и благословение, был интеллигентным, талантливым, уважаемым, подходивший для всех видов ролей. Тогда почему он не принимал участие в каких-либо начинаниях в своем обществе в течение 10 лет? Потому что он был занят более важной задачей. Это постройка дома и создание семьи. Он тратил время на свою жену, и у них были дети. Они поднимали семью, они растили прекрасных детей. Они завели шестерых детей за это время. Кто были эти шестеро детей? Два мальчика, Абдуллах и Аль-Касим. Аль-Касим скончался приблизительно в два года. Передается, что он уже ходил и так далее. Он был подвижный, и в это время он как раз и умер. Это был очень печальный день. Сын Мухаммада, мир ему и благословение, от Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, скончался. А что касается Абдуллы, он еще был известен как Ат-Тайиб, а также как Ат-Тахир. Но его имя было Абдулла. Он умер в младенчестве, и это была большая потеря. Но они были готовы к этому. Они оба столкнулись с потерей своих родителей, а также потерей родственников, а теперь и с потерей своих собственных детей. Субханаллах. У них было четыре дочери. Зейнаб, Рукайя, Умкульсум и Фатима. Это были четыре дочери Мухаммада, мир ему и благословение. Все они были от Хадиджи бин Хуэйлит, да будет доволен ею Аллах. Эта пара выросла вместе с глубочайшей любовью. Они никогда не спорили. Они никогда не дрались. Они никогда не переживали трудности и несчастья порознь. Был мир и счастье, любовь и привязанность, доброта и милость, с прощением. И когда он достиг возраста 38-39 лет, пророк, мир ему и благословение, испытал очень интересный опыт. Он начал видеть сны ночью. И что происходило на следующий день? Так это то, что сны превращались в истину. Итак, пророк, мир ему и благословение, решил, что ему надо время от времени размышлять. Он сказал своей жене, «Я вижу эти сны, и то, что я увидел на следующий день, становится истиной». Она говорила ему, «Не переживай, просто доверься своему сердцу. Все имеет цель и причину». Затем он сказал ей, что «Мне нужно время, чтобы подумать и поразмышлять. Мне надо немного развеяться». Она сказала ему, «Это точно». Она собрала ему какую-то еду, одежду, какие-то припасы и отправила его с любовью. И он нашел маленькую пещеру под названием Хира. И он на самом деле выбрал это место, потому что, когда он сидел у входа в пещеру, он видел оттуда Каабу. И сидел там и медитировал, размышляя, молясь, раздумывая. И вот так он приходил и уходил пару дней там и здесь. Однажды, как передается, он пропал. И Хадиджа помогла ему постоянно собирать вещи, которые он с собой брал. Так она точно знала, сколько ему необходимо еды. Она понимала, что если он уйдет надолго, то ему была необходима еда. Так она собрала ему еду и некоторые припасы. И вышла за пределы Мекки. Забралась на горы, и пророк, миримый благословение, сидел у входа в пещеру. Он, увидев ее, сказал, «Что ты здесь делаешь?» Она сказала, «Я запереживала за тебя. Я хотела убедиться, что с тобой все хорошо. Я принесла тебе кое-какую еду». То есть, вот так выглядели их взаимоотношения. Единое понимание, содействие, помощь, покладистость друг к другу. Однажды, когда он был в пещере Хира, Джабриль, мир ему, пришел к нему с откровением. И он был испуган этим. В ознобе он побежал с гор, и к кому он отправился? Когда это случилось, пророк, мир ему и благословение, он знал, что эта женщина имеет качество настоящей жены, к которой, если я приду с проблемами, она поможет преодолеть мне их. Она встанет на мою сторону. И она знала его, как самого честного, самого достойного доверия, как уникальную личность, великого из людей, как величайшего из всех творений Аллаха Свят Он и Велик. Она знала сущность этого человека. Она увидела его и стала свидетелем того, что он пришел в ознобе. Он сказал, «Укутай меня, укутай меня». Она тут же укрыла его, обняла его, спросила, что случилось? Он рассказал историю. Я был в пещере, и то-то произошло со мной. Он описал это в мельчайших деталях. Она сказала ему, «Нет, клянусь Аллахом, никогда Аллах не опозорит тебя». Она села рядом с ним, взяла его руку, посмотрела ему в глаза и сказала ему следующее. «Пятнадцать лет брака, шестеро поздних детей, смерть двоих из детей. Они прошли через все». Послушайте, что она сказала. Она сказала, «Не нужно беспокоиться, абсолютно ни о чем. Я клянусь Господом, Господь никогда не опозорит тебя. Он никогда не откажется от тебя». Почему я так уверенно говорю это? «Что я знаю о тебе? После пятнадцати лет совместной жизни, деля утро и вечера, дни и ночи, после совместной жизни с тобой, что я могу сказать о тебе? Ты хороший семьянин. Ты любишь свою семью. Ты чтишь своих гостей. Ты смотришь за людьми. Ты ищешь людей, которых не замечают и которыми пренебрегают, которых угнетают в обществе. Ты ищешь, берешь их за руки и возвращаешь обратно. Ты заботишься о тех, которые не могут позаботиться о себе. И ты всегда первый ждешь там, где есть веская причина ждать. Вот кто ты. Нет ни единой причины, по которой бы Господь оставил тебя. Господь никогда не покинет тебя. Я отказываюсь верить в это. Она последовала бы за ним до луны. Она доверяла ему, невзирая ни на что. И она сказала, что у меня нет сомнений насчет того, что это истина. И что это благо, потому что это то, кто ты есть. Она сказала, я верю в это послание, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, его раб и посланник. А затем она даже помогла ему. Как смогла. И тем, что знает. Она отвела его к Уараке ибну Науфалю, который был ее двоюродным братом, который много знал о Ветхом Завете, о предыдущих писаниях. Так, они пошли к нему, она не сказала ему, нет у тебя галлюцинации, нет у тебя просто кошмары. Нет. У нее не возникло даже вопросов, чтобы не поверить ему, потому что он никогда не лгал до этого. И что произошло? Когда они пошли к Уараке ибну Науфалю, он сказал, клянусь Аллахом, это тот же ангел, который приходил к предыдущим пророкам, включая Иисуса, Моисея и других. Он в кратчайшие сроки скажет тебе передать послание. Так он сказал, я хотел бы присутствовать в тот день, когда тебе поручат передать послание. И это то, когда Мухаммад, мир ему и благословение, спустя время начал оповещивать других. И удивительно, что потом к нему присоединился Абу Бакар ас-Сиддык, Али ибн Абу Талиб, забудет доволенными обоими Аллах, Зейд ибн Хариса и другие, которые начнут принимать Ислам. А затем курайшиты начали причинять весь свой вред. И Хадиджа бинталь-Хуэйлид, которая была властной женщиной среди курайшитов, которая имела деловые связи и была настолько уникальной, она использовала свою власть с точки зрения экономической мощи, чтобы защитить Мухаммада, мир ему и благословение, и поддержать его, как жена. И поэтому спустя время Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Она тратила на меня, когда другие воздерживались». Она не колебалась, она поддержала его, она защищала его. Она высоко отзывалась о нем даже после пророчества. Она неустанно повторяла, что он самый правдивый. То, что он говорит, это полностью истина. Хадиджа просыпалась каждое утро, стояла с ним около дверей, говоря ему, «Выходи» и распространяй это послание повсюду. В итоге наступает время следующих шести-семи лет. Много чего произошло. Оппозиция посланию пророка, мир ему и благословение, решила, что единственный способ справиться и пресечь это, это бойкотировать Мухаммада, его семью, последователей и тех, кто его поддерживает. Изгнать их из Мекки, изолировать и бойкотировать их. Так Абуталиб созывает род всех верующих, всех последователей, всех, кто поддерживает, включая пророка, мир ему и благословение, его любимую жену и их детей. И они отправились в место на некий объект, некую землю. И они были изолированы там в течение трех лет. Никто не вел с ними дела, никто с ними не торговал, никто не одалживал им никаких денег, никто не обеспечивал их едой, никто не имел с ними никаких дел, ни в каком виде, никто не проявлял к ним никакой доброты. Проходили дни, когда у людей не было ни еды, чтобы поесть, ни воды, чтобы попить. Дети плакали из-за того, что их постиг голод, их матери плакали, потому что у них не было ничего из еды, чтобы накормить своих детей. Дюжина могил была выкопана в этот период времени. Люди стали больными, истощенными, очень, очень сильно болели. Пока наконец вновь не пришла помощь от Аллаха, Свят Он и Велик, то есть чудо. Бойкот был снят, и каждый вернулся в Мекку. И говорится, что в это время Хадиджа, которой было уже немало лет, ей стало нездоровиться, и она стала тяжело болеть. И эта жестокость в течение этих трех лет, это не просто физическая жестокость, но эмоциональные трудности. Наблюдать, как эти люди борются, заботиться о них, любить их. Она была как мать для всех них. Ее сердце не могло просто выдержать этого. И несколько месяцев спустя ее просто как приковало к постели на несколько месяцев. И Пророк, мир ему и благословение, был настолько растерянным все это время, пока наконец она не испустила свой последний вздох и не скончалась. Есть хадисы, в которых говорится, что Пророк, мир ему и благословение, был настолько опустошенным, он на самом деле даже не выходил из своего дома. Просто сидел дома со своими дочерями и восстанавливался, оплакивая, исцеляясь. Несколько дней его не видели на улице. И когда члены его семьи пришли повидаться с ним, они видели потеки от слез на его лице. Обнимая своих дочерей, он сидел там, пытаясь утешить своих дочерей из-за утраты их матери. И говорится, что даже Абуляхап пришел к его двери. Он услышал, что Пророка, мир ему и благословение, несколько дней не видели на улице. Он пришел к дверям Пророка, мир ему и благословение. Постучал в дверь. И когда Пророк, мир ему и благословение, открыл дверь, увидев лицо Пророка, мир ему и благословение, Абуляхап, который был ярым противником Пророка, мир ему и благословение, десятилетия, он, увидев лицо Пророка, мир ему и благословение, почувствовал сожаление, а затем он сказал, я больше не буду противостоять своему племяннику. Даже его сердце смягчилось. Даже его сердце смягчилось, пусть хоть и на минуты. Он любил ее сильно. Он никогда не забывал о Хадидже. Он никогда ее не забывал. Четыре года спустя после ее кончины, его зять стал одним из военнопленных. Он сражался на стороне противника в битве при Бадре и был пленен. Его дочь, старшая дочь, Зейнаб, послала ожерелье в качестве выкупа за своего мужа. Когда ожерелье показали пророку, он, увидев это ожерелье, сразу же узнал, где он его видел до этого. Это было ожерелье Хадиджи. Она передала его своей дочери, своей старшей дочери, Зейнаб. И когда во второй раз пророк, мир и мое благословение, увидел это ожерелье, слезы начали литься по его лицу. Сразу же, при его виде. И люди, стоявшие там, были так озадачены. Тот час же такая гамма чувств, такой порыв эмоций, который пророк, мир и мое благословение, испытал. Некоторые из них начали извиняться и спрашивать, все ли в порядке. И пророк, мир и мое благословение, ответил, «Вы не сделали ничего. Я просто вспомнил это ожерелье. Оно принадлежало моей Хадидже. Она передала его своей дочери, Зейнаб. И увидев это ожерелье, оно напомнило мне о ней». Однажды пророк, мир и мое благословение, сидел дома, и он услышал стук, который узнал. И это был тот же стук, которым стучала Хадиджа в двери. И это была ее родная сестра, Халя. И как только пророк, мир и мое благословение, услышал этот стук, он вскочил и побежал к двери, говоря, «О, Аллах, пусть это будет Халя. Пусть это будет сестра моей жены». И он открыл дверь, и там стояла Халя. Он пригласил ее, она вошла и присела. И они говорили часами о Хадидже. И это уже было десятилетия спустя после ее кончины. Одна из последующих жен пророка, мир и мое благословение, Аиша, да будет доволен ею Аллах, даже подметила. Она сказала, «Иногда это выглядит так, будто для тебя не существует никого в этом мире, кроме Хадиджи». Это все, о чем ты говоришь. Любая мелкая деталь. Вот так делала Хадиджа. А знаешь что? Вот так поступала Хадиджа. И постоянно так. Это то, как это любила делать Хадиджа. И так всегда. Ибн Исхак пишет. Хадиджа, дочь Хуэлида, она уверовала, она поддерживала. И она заявляла, что все, что посылается к пророку, мир и мое благословение, от Господа, это истина. Она помогала и поддерживала его в миссии. Она была его большой, сильной, преданной сторонницей. Она была первой, кто поверила в Аллаха и в его посланника Мухаммада, мир и мое благословение. Первая, которая поверила в истинность Ислама. Аллах облегчил ношу пророка, мир и мое благословение, через Хадиджу. Она была опорой, на которую он мог опереться. Всякий раз, когда он слышал что-то, что огорчало его, когда люди отвергали его, когда люди отрекались от него, когда люди проклинали и ругали его, это действительно причиняло ему боль. Он возвращался в дом к Хадидже. Он разговаривал с Хадиджей. Аллах удалял печаль, скорбь, беспокойство, боль пророка, мир и мое благословение, посредством Хадиджи, которая придавала ему силу, подтверждая его истину. И тот факт, что он пророк, что он посланник, и что он говорит истину. Постоянно, когда он сталкивался с какими-то трудностями вне дома, он возвращался домой к Хадидже, и Хадиджа брала его за руку, смотрела ему в глаза и говорила, «Ты пророк Аллаха, ты посланник Аллаха, ты проповедуешь истину, ты должен продолжать делать то, что делаешь». Она была его столпом, его опорой, его поддержкой. Однажды пророк, мир и мое благословение, сидел дома. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, встала и подошла к печи, к огню, который горел снаружи дома, сразу же за дверью. Так она вышла, чтобы проверить, то, что варилось на огне печи. Джибриль, мир и мое благословение, пришел к пророку, мир и мое благословение. И он сказал пророку, мир и мое благословение, «Вот там Хадиджа, у нее миска в руках с едой для тебя. Когда она придет к тебе с этой едой и поставит ее перед тобой, я хочу, чтобы ты схватил ее и сказал ей, что Господь посылает ей салям». Аллах сказал салям Хадиджа, «И Аллах обрадовал ее благой вестью. Аллах поздравил ее, что у нее будет дворец в раю, настолько большой, насколько могут охватить глаза, украшенный необычайным жемчугом. На нем не будет ни стыков, ни трещин, ни колонн, ни соединительных балок. В нем не будет никакого шума, не будет ни трудностей, ни невзгод, никогда. И этот дворец уже готов. Господь подготовил его сам для Хадиджи. И он хочет, чтобы она знала, что он готов для нее. Он отправил ей салям, чтобы она знала, что он ждет ее. Когда пророк, миримое благословение, сказал Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, она не выдержала и расплакалась. Господь послал салям мне? Он упомянул меня? Он послал салям мне? Вот кем была Хадиджа. И он продолжил жить следующие 12-13 лет после ее кончины, никогда не забывая о ней. Всегда жил памятью о ней. Вот она, настоящая любовь. Это история любви Мухаммада, миримое благословение, и Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...